МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ее наклеивают на супермомент. Час на уборку. Коммунальщики чистят остановочный павильон от мусора и объявлений, которые оставляют горожане. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Закрытие творческого сезона. Образцовый ансамбль «Родная песня» отметил 13-й год работы концертом. Переход на цифровое вещание. Это беда или благо? В соответствии с указом президента, аналоговое телевидение это всем привычная картинка в телевизоре, полученная с ТВ-антенны с 2015 года будет полностью отключена. В масштабах страны и интересах большинства зрителей это события позитивные. Высвобождаются частоты, и в любом месте можно будет смотреть качественное многоканальное цифровое телевидение. Но вот местные маленькие телекомпании могут просто закрыться. Эта тема стала одной из ключевых на заседании Координационного совета в Сургуте. Сегодня в округе 47 телекомпаний. Больших, таких как окружной канал Югра, и совсем маленьких. Жители муниципалитетов привыкли к тому, что информацию о том, что происходит в их конкретном городе или районе, они получают именно из местных СМИ, которые в большинстве своем являются сетевыми партнерами федеральных каналов. Например, пятый канал ТНТ и РЕН-ТВ. Но вскоре такую возможность зрители могут потерять. С началом цифрового вещания необходимости в мелких каналах у сетевиков не будет. Потому что они передавать сигнал начнут по другим сетям связи. Получается, огромное количество специалистов, журналистов, видеоинженеров и операторов просто останутся без работы. А их аудитория без возможности быть в курсе местных событий. На заседании Координационного совета эту тему обсудили довольно подробно. И главный вопрос, который интересовал всех участников встречи, как не допустить такого исхода модернизации. Было принято решение создать рабочую группу, в которую вошли бы представители муниципалитетов, окружного департамента общественных связей и СМИ. Я думаю, что рабочая группа проработает этот вопрос. Мы постараемся в этом поучаствовать. Я приглашаю, также думаю, что мы постараемся включить в эту рабочую группу и представителей нашего местного канала, для того, чтобы у нас у всех было понимание, какая же дальнейшая судьба тех журналистов, которые работают сегодня на местах. Комплексные застройки 17-го микрорайона приступят уже в этом году. Сегодня на градостроительной комиссии приняли решение передать пакет документов главе города для назначения даты публичных слушаний по проекту планировки и межевания одного из участков этой территории. Подробнее в сюжете. Уже сейчас на месте будущих многоквартирников работают свои бои. Правда, пока это разведка, то есть статические испытания. Проектировщикам нужно изучить местный грунт, чтобы быть уверенными в том, что участок выдержит вес построек. Совсем скоро этот пустырь за 15-м микрорайоном навряд ли кто узнает. Примерно за моей спиной вот здесь на въезде в город появится три 16-этажных дома. Еще многоквартирники поменьше расположатся вдоль улицы Пойминая в сторону реки. Всего семь корпусов. Они образуют три двора. Под каждым из них построят подземные автостоянки. Они смогут вместить в себя 700 машин. Еще столько же мест для парковки будут открытыми и бесплатными. А вот за содержание подземки придется платить. Сколько – решать будет предприятие, которое выкупит или возьмет в аренду паркинг. Как заверили проектировщики, другого варианта разместить все авто жителей просто нет. Я когда-то пытался сделать расчет и посмотреть, что если сделать только открытые стоянки, ну, сургутинно жёстче, и открытые стоянки, то это получалось площадь застройки дома, допустим, 18-этажного, и территория, которая необходима была для стоянок, ну, примерно в 8 раз больше территории за строки. Это не считая детских кровоплощадок. Кроме того, в микрорайоне появятся два детских сада, которые смогут принять 593 юных нефтеюганца и школа. Участок под образовательное учреждение позволяет разместить здание для 1200 учеников и стадион. Что касается жилья, то всего город получит больше 1700 квартир. Третий из них сразу выкупит муниципалитет. Как заверили проектировщики, и остальные квадратные метры будут доступны для нефтеюганцев. На сегодня на рынке востребованы, наиболее востребованные квартиры – это все-таки эконом-класса по социальным нормам, а не… Кладатура у вас есть уже примерно, да? Да, колеблется от 33-35 однушки до 47 однушки, до 44, в разный набор. В общем, проблем нет с тем, чтобы выбрать, войти в вилку, которую дает округ, с этим проблем нет. К масштабному строительству подрядчики готовы приступить уже в этом месяце, и если все пойдет по плану, то прописку в 17-м микрорайоне нефтьюганцы смогут получить уже следующим летом. Но пока проект планировки и межевания должен пройти публичные слушания, дату которых назначит глава города в ближайшее время. Андрей Сакара, Дмитрий Шестопалов, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». 16 многофункциональных центров будет введено в эксплуатацию в Югре до конца нынешнего года. Об этом стало известно сегодня в рамках визита полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Игоря Халманских в Ханты-Мансийск. Как заверили полпреда специалисты, югорчане все чаще стали обращаться в единое окно. Вместе с тем растет и количество предоставляемых услуг. Простая экономика далее. По статистике 73% россиян имеют в семье автомобиль, а четверть из них даже не один. Типичный российский автовладелец, как правило, женат или хотя бы состоит в гражданском браке. Также, по данным социологов, четверть россиян готова выделить из семейного бюджета на новую машину до 300 тысяч рублей. При этом средняя цена автомобиля из салона в прошлом году составила 710 тысяч. Разница ощутима, наверное, поэтому россиян по статистике привлекают бюджетные модели машин, которые стоят до полумиллиона. Плату за обработку багажа и питания на борту самолета не будут автоматически включать в стоимость авиабилетов. А сами билеты станут невозвратными. Такие поправки в воздушный кодекс подготовил Минтранс. Госдума должна утвердить их до конца года, сообщает российская газета. Изменения направлены на то, чтобы снизить стоимость авиаперевозок. Так, за обед на борту пассажиры смогут платить отдельно. Правда, билет на самолет от этого станет дешевле рублей на 300. А вот перевозка багажа порой обходится дороже, чем перевозка одного пассажира. Вакансий в Югре почти в пять раз больше количества зарегистрированных безработных. Как рассказала губернатор Наталья Комарова во время видеоконференции, уровень регистрированной безработицы на середину прошлой недели составил 0,53% от экономически активного населения. В округе продолжают создаваться новые рабочие места. С начала года их число достигло почти 4,5 тысяч. Остановочные павильоны Нефтьюганска готовят под покраску. От мусора и объявлений очистили уже половину. Самые грязные остановки, по мнению дорожных рабочих, как правило, на центральных улицах. Парковая, жилая нефтяников и строителей. Чтобы одну такую привести в порядок, порой уходит до часа. В свежевымытой остановке приятно и автобус подождать, говорит многодетная мама Ольга Грецкая. Только вот вопрос, надолго ли они останутся чистыми. Я думаю, что остановки мыть, конечно, нужно, потому что иначе у нас тут заклеено все. Невозможно просто люди и, в общем, как скажем, мусорят на остановках. И очень некрасиво, неприятно, когда все в резиновой, жвачки и так далее. Поэтому, когда помыли, уже приятно и посидеть, и постоять там. В общем, все красиво. Всего в городе 146 остановок. Большую часть уже отмыли. Много сил и времени уходит на то, чтобы очистить павильоны от объявлений. Их горожане клеят на совесть. Обычной водой не отмочишь. Бумагу, да, ее наклеивают на супермомент. А в этом году умудрились клеить на степлер. Вот на остановке, на новой, которая из пластика, там наклеивают на степлер. Специальных моющих растворов не используют. Из подручных средств только по скребоке вода. До слез обидно, говорит дорожная рабочая Ольга Макарова, когда видишь, что твой труд не ценят. Только вроде остановку вымыл, тут же, можно сказать, по мокрым следам идут риэлторы и расклеивают свои рекламы. В день реально привести в порядок до девяти павильонов. Это если они не сильно загрязнены. Самые проблемные, как правило, на центральных улицах. В день на мытье уходит целая водовозка. Пять кубов воды. Хотелось бы обратиться к гражданам города Нефтьюганска с просьбой, чтобы не клеили объявление на остановку павильонов, когда есть рядом тумбы именно для объявлений. Чтобы привести в порядок остановки, город выделил 252 тысячи рублей. Закончить работу планируют на следующей неделе. Осталось три улицы. Мамонтовская, Жилая и Сургутская. А после, когда установится теплая сухая погода, приступят к покраске. Мария Сираева, Денис Ифремов, телерадиокомпания «Юганск». «Читай город». Детский лагерь под таким названием сегодня официально открылся в городской библиотеке. За две смены площадку посетят всего 50 девчонок и мальчишек от 7 до 14 лет. Это не просто ценители литературы, но и постоянные читатели. Заниматься с детьми будут библиотекари с педагогическим образованием. Специалисты книжного хранилища сотрудничают со всеми детскими площадками города. И вот уже в третий раз открыли свою. Дети сами подготовили торжественную часть, выучили песни и поставили сценки. Каждый день воспитанники лагеря будут знакомиться с произведениями разных писателей. Путешествовать в творческий мир ребята начали уже сегодня. День рождения Александра Пушкина. Чтобы не только воспитатели предлагали какие-то свои идеи, чтобы и дети могли свой вклад внести и чувствовали свою важность, нужность. И также проявляли свои какие-то лидерские качества, творческие способности. Будем выбирать лидеров движений, таких как спортивные, музыкальные, художественные. В Пятигорске открылся велофестиваль. В Нью-Йорке можно прямо на улице сыграть на фортепиано, а в Америке бабушка выиграла 590 миллионов долларов. Обо всем этом в других новостях. Любите играть на пианино на свежем воздухе? Тогда вам в Нью-Йорк. Здесь стартовал долгожданный проект «Спеть ради надежды». В пяти районах города установили 88 фортепиано. Они разукрашены местными художниками и расставлены в самых посещаемых местах. Поиграть на них может любой. Профессиональный музыкант, любитель и даже начинающий. Проект завершится 16 июня. После этого инструменты подарят школам, медицинским учреждениям и общественным организациям. Я думаю, жителям Нью-Йорка нужно что-то необычное, чтобы оторвать их от ежедневных дел. И эти раскрашенные фортепиано посредине улицы. Этого достаточно, чтобы заставить нас остановиться, прислушаться к себе, а также к окружающим. В среду организаторы американской лотереи Powerball объявили имя обладательницы джекпота прошлого месяца. Им стала 84-летняя жительница штата Флорида Глория Маккензи. Ее выигрыш оставляет ни много ни мало 590,5 миллионов долларов. Он самый крупный в истории США, полученный одним человеком. Глория купила свой счастливый билет за 2 доллара в обычном супермаркете маленького флоридского городка. Ее шанс на выигрыш составлял 1 к 175 миллионам. С учетом всех налогов на руки Глории Маккензи выдадут почти 371 миллион долларов. Сама новоиспеченная миллионерша отказалась показаться перед СМИ, однако попросила зачитать заявление от ее имени. Тот счастливый билет ничем не отличался от обычных, когда мы его покупали. Перед этим мы купили еще 4 билета. При этом человек в очереди был любезен и пропустил меня перед собой, и мне достался выигрышный билет. Парадом участников открылся велофестиваль «Спортивный Пятигорск». Он посвящен Дню защиты детей. На старт вышли юные спортсмены в возрасте от 2 до 10 лет. Им предстоит пройти свои возрастные дистанции. Финалом соревнований станет эстафета, где за главный приз – горный велосипед – придется побороться всей семье. Здоровый образ жизни. В общем, все, что нам нужно для популяризации спорта, для популяризации отношения к здоровому образу жизни. На этих соревнованиях все как у взрослых – судьи, пьедестал почета, медали, грамоты и призы для победителей. Это моя первая победа, я очень рада. Самое интересное – это было, когда были гонки с кругами. Мне это очень сильно понравилось. Я бы очень хотела, чтобы все были здоровы и счастливы. Праздничную атмосферу фестиваля дополнены выступления артистов, а также учащихся в спортивной школе. Для кого-то чертова дюжина, а для них памятное число. Ансамбль «Родная песня» отметил закрытие 13-го творческого сезона. В этом году они подтвердили звание образцового и приняли участие в 13 конкурсах городского, окружного, всероссийского и международного уровней. Для восьми человек эти выступления стали своеобразными выпускными экзаменами. Они пришли в ансамбль практически в одно время, выступали на одной сцене, достигали успехов и терпели поражения. В этом году выпускницы – три Анастасии – Киселева, Саможина и Шарымова. Паренья, 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 паренья. Анастасия Киселева бросать любимое дело даже и не думала. Сейчас сдает ЕГЭ, а впереди поступление в музыкальную академию имени Гнесиных. Готовиться к профессиональным экзаменам будет со второй мамой – Галиной Москвитиной. Ну я в принципе тоже готова, я же давно всем этим занимаюсь. Там осталось только уже сформировать полностью программу на специальность, то, что нужно будет петь. И на музыкальную грамоту там такой, ну, не очень сложный экзамен. Дают ноты и по ним нужно будет спеть, что это какое-то определенное произведение небольшое. Сегодня участники родной песни проводят работу над ошибками. За этот сезон их было не так много. Старшая группа уже настоящие профессионалы, да и малыши держатся отлично. Ансамбль привез три гран-при и более 40 дипломов. В шутку говорят, что этот год стал годом потерь, правда незначительных. В Питере мы пики потеряли, казаки, казаки оружие потеряли. А почему? А у нас амуры летают, любовь. Нам не нужны ни шашки, ни пики. Хороший костюм 50% успеха, говорят солисты. В этом году практически для каждого номера у них был пошит уникальный наряд. Для репетиции родители подарили им еще и футболки с фирменным логотипом. Они и останутся выпускникам в память о коллективе. Это прекрасный коллектив, в котором я получаю очень много эмоций, очень много впечатлений и которые бросать совсем-совсем не хочется. Потому что за 12 лет мы уже действительно очень сильно привыкли к друг другу. Уже все здесь как родные и знаем друг друга очень хорошо. Всего в ансамбле восемь выпускников. Шестеро остаются в городе. А вот двое уезжают. Анастасия Ширымова будет поступать в Сургут на бухгалтера. Говорит, пока с коллективом расставаться не готова. Если бы не было таких стараний руководителя, мне кажется, мы бы не добивались таких высот ни на конкурсах, ни каких-то достижений в городе даже, не говоря уж о международных конкурсах. Это все большое спасибо педагогу. Она замечательная женщина. Вторая мама нам стала. И учила петь, и не только петь, учила жизни. Спасибо ей большое. По словам Галины Москвитиной, во всех их достижениях огромная заслуга не только солистов и родителей, но и директора Центра поиск Григория Басова. Без его поддержки было бы сложно выезжать на фестивали и конкурсы. Кроме того, скоро у родной песни появится своя студия звукозаписи, а в следующем сезоне они объявят набор мальчиков. Светлана Рябсова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Бери, что хочешь за две минуты. В одном из польских магазинов бытовой техники и электроники прошла необычная рекламная акция. Молодому человеку выпала уникальная возможность. Бесплатно унести из магазина все, что он успеет, схватить за 120 секунд. Парень растерялся и набрал техники на 250 тысяч злотых. Это около 2,5 миллионов рублей. Парень растерялся и набрал техники. Парень растерялся и набрал техники. Парень растерялся и набрал техники. 60 тысяч долларов было бы для меня задаваловаться. 40 тысяч долларов было бы для меня задаваловаться. Потому что для меня это деньги, которые я никогда не видела на очи.